Жанна Васильевич, Жанна Васильевича, за прошедшую неделю медико-салитарная часть сработала в обычной нагрузке, все стационары были полностью заняты, респираторных заболеваний не выше, наоборот, даже есть небольшое снижение, учитывая, что дети пока находятся дома, нет судового контракта, поэтому даже на 5% снизилась респираторная инфекция. В стационарах поступило 100 суток плановых пролеченых, поступило 61 бургент, в плановом порядке 81 бургента. Видите, у нас, уж более-менее, ровняется плановость поступления. К сожалению, сохраняется у нас при отсутствии антирабической сыворотки, сохраняется большое количество укушенных. У нас на сегодня 24 человека, которые не получили им полностью прививки. Из них порядка 10 человек там осталось 1-2 береги, а уже за последнюю неделю 8 человек, которые вообще не получили еще дневной береги. И на выходные у нас поступил вчера ребенок, у которого рваная укушенная рана лица, укусила, к сожалению, своя собака, домашняя. И, ну, папа здесь поступил неправильно, он вил свою собственную собаку, понятно, что в паре такого гнева. Но нужно собаку наблюдать было 2 недели для того, чтобы выпить больная собака или днем. Поэтому в таких случаях, конечно, лучше бы собака осталась жива хотя бы временно. Но ребенок у нас тоже не привит, мы планируем направить ее в Кривой Рог. Там, в больнице есть немного, вот, из-за меня отказывают, конечно. Но мы надеемся, что ребенку не окажут, хотя родители не хотят петь, будут писать заказы. А сейчас у нас тоже уже по телевидению видели именевые выступления по поводу прививок на поле и неолит. Идет первый сейчас этап прививки детей. Задаю очень много вопросов. Значит, первый этап, это у нас будут прививаться 2580 детей. Привиты на сегодня уже 994, это 38,6%. Будут прививаться дети с двухмесячного возраста до 6 лет. Потому что многие спрашивают, кого будут прививать. То есть вот этот прививок, этого возраста детей попадает под прививки. У нас возникла немножко теперь проблема с реакцией МОНТУ. Дело в том, что в прошлом году мы получили вакцину, вернее, туберкулину, уже в конце года закупили. И эти дети, которые вот тоже идут на прививки полемилета, они получали прививку, когда реакцию МОНТУ делали им в конце года. А тут, если бы сделать ее раньше, когда можно прививать, и когда ребенок идет на Кривику, понятно, что еще будет одна через месяц, и еще через месяц, и в этот период мы не имеем права делать дирекцию МОНТУ. Поэтому у нас немножко, вот, дети этого возраста, получится, что не все будут диагностированы на пуперкулице. Значит, пункт стационарный еще. У нас пройдены 32 операции. Достаточно было урожайная неделя, очень много было операций, такие как почечные грыжи, паковые грыжи. Почему я на этом останавливаюсь? Потому что был такой случай, когда человеку почечный грыж, пожилой мужчина, вот, достаточно объемный процесс, он решил сам себя облегчить. Участью он взял, проколол эту грыжу для того, чтобы выпустить в воде, как воздух. Понятно, что это привело к перитониту, но операцию провели достаточно успешно, уже здорово. Но, обращаю внимание, пожалуйста, своевременно обращайтесь к врачам. Вызывайте неотложную скорую помощь. У нас круглосуточно дежурят и хирург, и травматолог. Ну, вечерами, правда, у нас в течение дня нет терапевтов, учитывая дефицит врачей, но с пяти часов у нас дежурит терапевт на объектном наделении. Поэтому лучше своевременно обратиться, чем потом, в общем-то, и нет такие последствия. По хирургической сыворотке мы звоним пока нет на рынке в Украине, и обещают, что, может быть, будет где-то в январе. Поэтому звонят люди, жалуются, очень много звонков идет, все дни претензии, почему мы не убиваем собак. Ну, это не работа медика. Поэтому, пожалуйста, не звоните по таким вопросам, почему я говорю, что вакцины нет. И письма написаны и в область, и в Киеве, и я была в Минздраве, придумала этот вопрос. Но, к сожалению, если ее нет на рынке в Украине, то нигде мы ее взять не можем.